Всем привет, с вами Брэдлов и сообщество кланов Рагу. И перед нами бой за провинцию Синай, между кланами Аспин, за которым мы сейчас смотрим, и кланом Днепр. Более-менее стандартный сетап. СТшки, 4 тяжика, 3 арты. Правда непонятно почему ни одной сплэшевой арты, кроме ГВЕшки. То есть ни 9.2, ни конкура нету. Немного непонятно, но посмотрим. Арта переезжает. Отстрел в Е4 абсолютно неудачный. Смотрим. Почему-то он сейчас из прицела выйдет. Вот. Вниз ушел 62-й, проехал сразу, занял сейф. 3 СТшки в бок вот этих отстреливали. Два батика контроля одного, который на левом холме. То есть здесь правый более большой, левый более маленький. Вот эти СТшки, когда ехали вниз, мало того, что получали это всех. Так еще и сами фактически ничего не могут делать. Потому что играть против вот этих достаточно неудобно. А две СТшки разменивать на одну, как-то глупо. Е5 не жалеет голдовые снаряды. Правда, непонятно, зачем ему голда, стрелявшиеся от второго. Но зато экономит на голдовом огнетушителе. Счет 2-0. Днепр просто подарил две СТшки, которые ехали на воду. Уйдем немножко в панораму. Здесь батик, здесь батик, здесь СТшка. Остальные пока машине известны. Но низ уже в большей степени контролирует о спине. Поставлю немножко большую скорость. Чтобы было и так несливо смотреть за ничего не происходящими действиями. Тяжики Е5 переехали. И батик сразу же пошел на квадрат А2. Светится Е5. И арта дает прямой шот в батчатико. Счет 3-0. Снизу остался 1-62. 2-62 здесь. Ну и батчат на А3. Которого скорее всего контролят. Переключимся на Е5. Батик увидел, что ему сейчас будет делать больно. Решает убегать. Снизу же СТшки собираются в кулак. Дабы задавить здесь 62. Во-вторых, что у них при поддержке вот этого батчата, разумеется, получается весьма легко. 1-62 добирает своего союзника. А все остальные забирают второго. Счет 5-0. Последнего батика забрали. А дальше будут твориться вещи, которые я никак не могу просто понять. Сейчас, я думаю, их увидим. А спины окружаются со всех сторон. И вот светится та самая вещь, которую я не могу понять. Зачем отправлять СТшек вниз, чтобы светить? Но при этом, скорее всего, у них только одна арта ГВЕ, которая светится. И куча, куча очень неточных машин. Солоток, ФВшек. Часть из которых стоит вот здесь. Зачем отправлять СТшек на подсвет, если их никто даже не контролит? Кому они светят? Счет уже 8-0. И все оставшиеся машины, которые только есть, находятся вот в этих квадратах с разными камушками. Учитывая, что времени еще очень много, можно спокойно абсолютно разобрать от арты, дабы не терять машины, или просто от разных сторон, от разных укрытий аккуратненько их отстреливать. Сейчас, действительно, голда может пригодиться. Пробитие 57-го в башню. Он зачем-то вылезает еще раз и умирает. Счет уже 12-0. Остаются 3 машины. ПТшка на квадрате 0. И 2 тяжика, которые мы видим. Сразу хочется сказать, что с одной стороны, действительно, достаточно неплохо отыграли Аспины, за которых мы смотрим. Но с другой стороны, абсолютно непонятный выбор сетапа и какое-то взаимодействие у Днепра. Взять на Халуфе всего одну арту. Зачем-то взяли Соток, ФВ-шку 183-ю. И расставили машины вот здесь вот. То есть просто абсолютно в разных местах поставили машины, которые никак друг друга не прикрывали. И постепенно, забирая СТ-шек, они лишили света, а потом соответственно и территории. 15-0. Победа клана Аспин. Продолжение следует...